Привет друзья! Попалась мне как-то, валялась у меня. В гараже полосочка стали шириной 2 сантиметра и длиной 15. Сталь хорошая, 96Х18. Нержавейка, высокоуглеродистая. Ну что из такого кусочка можно сделать? Решил сделать небольшой нож для обработки пышнины. Такой маленький, похватной. Ну вот я его в принципе сделал. Форма такая у него не замудреная, но мне нравится. Очень удобный. Острый кончик. Удобненько будет разделывать там губы, пальчики, подрезать шкурку. Ручку сделал из ореха. Орех у нас не знаю, называют его Володский. Вот такой вот он. Очень крепкий, плотная структура. Сделал такую ручку незамудренную тоже, вертлявую, удобную. Это наконечник вот этот сделал из латунной гильзы 12-го калибра. Ну все, нож вроде есть, но нож без ножен это что-то не то. Поэтому ломал голову. Ну как же сделать? Форма такая необычная. Как же сделать под него ножны? Ну и решил сделать вот таким образом. Взял кусочек стальной трубки. Трубка это с телескопической гардины в ванной комнате. На ванну вешается занавесочка. Наружная трубка. Тонкостенная. 24 миллиметра в диаметре. Вклеил с одной стороны сюда полосочку кожи. И как раз в нее входит нож. Входит, кончик немножко торчит. Но теперь эту трубочку нужно облагородить как-то. Сейчас будем это делать. Для того чтобы закрыть торец. Сделал вот такой вот, типа колпачок. Выточил. Он будет вставляться на клей. Ну и забиваться. Вот что-то получилось такое интересное. Сделал вот таким образом. Взял кусочек шпильки с гаечкой. Зажал с двух сторон гайками. Ставил в шуруповерт. И на наждаке обработал. Получилось как на токарном станке. Встречные обороты. Это вращается. А в наждаке поставил лепестковый круг наждачный. И вот такой вот получилось у меня колпачок, типа. Теперь что, мажем клеем и сажаем его на клей. Клей должен подсохнуть минут 10. На наружной стороне снимаем глянец наждачкой. И тоже покрываем клеем. Быстро сохнет клей. И берем кусочек бересты. Тоже его помажем. Настя. Подсох. Надеваем трубочку из бересты. Подсох. 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 Здесь чуть-чуть подрезать надо. Подсох. 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 Продолжение следует... Лишний клей уберем и надо чем-то стянуть. Продолжение следует... Пусть теперь клей сохнет. Когда высохнет, зачистим немножко на наждачке. Продолжение следует... Окончательно на лепестковом круге. И пропитаем маслом льняным. И вот такой вот будет нож. И потом еще привяжем шнурок, подвес. Это шнурок со швейной машинки. С ножной. Ножной привод швейной машинки. Он довольно таки крепкий. Будет типа как у якутского ножа подвес. Когда клей засохнет, дальше вы все увидите. Пока клей сохнет, можно привязать ремешок. Его, кстати, тоже, наверное, на клей лучше посадить. Крепче будет. Правда, и так бы никуда не делся. Крепче будет. Крепче будет. Крепче будет. Крепче будет. Пять. Продолжение следует... Посильнее затянем. Привяжем прямым узлом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ремешок привязан... Сюда будет на повесной ремень цепляться... Клей подсох... Протереть... И покроем маслом... Масло льняное... Остатки... Остатки... Этого нужно самому малость... Берем кисточку... И покрываем... И покрываем... Вот такая у нас получилась штука... Нож... Нож... В ножнах... Все... На этом все... Поделился с вами... Своей... Новинкой... Так сказать... До свидания... До новых встреч... Продолжение следует...